Тема Даджжаля – одна из очень важных тем с точки зрения вероубеждения, потому что Пророк да благословит его Аллах и приветствует, предостерегал от Даджжаля, упомянув, что он является самым большим искушением на Земле, которое только может быть, начиная от сотворения Адама и до Судного дня. Это очень большое испытание, и мы должны внимательно отнестись к нему, потратить на это наше время и подумать, как нам уберечься от него, если оно явится. Кто-то может сказать, что эта вещь еще не скоро произойдет, маловероятно, что я вообще застану это. Следовательно, он не особо заинтересован в подробностях этой темы. Я же отвечу, что в реальности все не так. Это может произойти уже в твоей жизни. Может быть, что кто-то из наших зрителей доживет до того возраста, когда увидит Даджжаля, да защитит нас Аллах. Это не так маловероятно, как мы воображаем и представляем. Может быть, это произойдет через несколько лет. Если кто-то спросит, а может ли это произойти через несколько месяцев или совсем скоро, я скажу, что нет, у нас есть еще как минимум несколько лет. Я расскажу, иншаллах, что есть у меня на этот счет из доводов. Однако, если я проживу еще 3-4 года или 10 лет, то вполне возможно, что я увижу Даджжаля. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, хотел произвести на нас впечатление, что появление Даджжаля близко. То есть он не хотел, чтобы ты считал, что это будет через сотни лет, и ни ты, ни твои дети, ни внуки не увидят его, и чтобы ты забыл эту тему или не был в ней заинтересован. В своде достоверных хадисов муслимы передается от Наваса ибн Сам'ана. В одно утро посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, стал рассказывать нам о Даджжале, говоря о нем то тихо, то громко. То есть говорил о нем тихо, преуменьшая его значимость, как бы говоря, не бойтесь его. Искушение Даджжале для верующего незначительно. Иншаллах, верующий одолеет его. Но вместе с тем он говорил громко, придавая ему значимость. То есть упоминал искушение Даджжале, и что он явит вещи, которые искусят слабые сердца. Вещи очень великие, о которых мы поговорим далее. Очень серьезные вещи. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, рассказывая о Даджжале, давал понять, что он не настолько страшен для твоей религии, если ты верующий, но он и не настолько незначительный, чтобы ты пренебрегал этим повествованием. Нет, он будто говорит тебе, изучи историю о нем, узнай его описание, его внешность и качество, и вещи, которые будут сопутствовать его появлению. А я научу тебя способом, как отвечать этому творению, или как вести себя в этой ситуации. То есть он говорил о Даджжале очень ясно и подробно. Так что передатчик Науаз ибн Сам'ан сказал, что они даже подумали, что Даджжаль стоит за пальмой, и вот-вот выйдет из-за нее. То есть из-за тех подробностей, которые упоминал посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. И когда мы пришли к нему вечером, он понял, что с нами происходит. То есть историю о Даджжале пророк упомянул утром, а они пришли к нему вечером. И пророк обнаружил их напуганными, встревоженными, и спросил, что с вами. Мы сказали, о посланник Аллаха, сегодня утром ты рассказывал о Даджжале, то понижая, то повышая голос, так что нам стало казаться, что он возле пальмы. На это пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Не Даджжаль заставляет меня больше всего бояться за вас. То есть я боюсь за вас вещей более серьезных, нежели Даджжаль. Ибо если появится он в то время, когда я буду с вами, то я и буду вести с ним спор за вас. Посмотрите, пророк допускал, что его появление близко, то я и буду вести с ним спор за вас. Если же появится он в то время, когда меня среди вас не будет, тогда каждому придется вести с ним спор за себя». Посмотрите на серьезность этого предупреждения. То есть каждый сам будет себя защищать. Вопрос даджжаля – это тот вопрос, в котором ты должен быть крайне заинтересован. Хадис продолжается. «А Аллах заменит меня в этом для каждого мусульманина». То есть Аллах защитит мусульман после смерти посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Вместе с этим я хочу сказать, что прежде чем даджжаль появится, должны произойти многие признаки, которые еще не случились. Это значит, что еще есть время. Я говорю эти слова, чтобы ты подготовился, то есть еще не поздно, у тебя еще есть время подготовиться. Например, арабский полуостров еще не стал садами и не наполнился реками. Это произойдет. Там еще много пустынь, которые превратятся в сады и реки. Или отступление реки Ефрат от Золотой горы. Или борьба вокруг этой горы. Или вывод с землей своих скрытых сокровищ. Также будут три смуты. Смута Попон, смута Благодействия и Черная смута. Всего этого еще не случилось, но случится. Имам Махди, он еще не пришел, но придет. Также разрушение Медины, Великая битва. Все эти вещи не произошли. Открытие Константинополя. Это последнее его открытие. Мы говорили об этом ранее. Всех этих происшествий еще не было. Есть как минимум еще три года до появления даджжали. Если все эти происшествия случатся в самое короткое время. Я помню, в прошлой лекции упоминал об этом. Обратитесь к ней. Она очень важна. Лекция под названием «Война России и Украина. Начало конца мира». В этой лекции мы говорили, что в один момент Аллах ввелит, и вся цивилизация будет погублена. «Сказал Аллах в Коране. Наше повеление постигает ее ночью или днем. Мы превращаем ее в жневье, словно еще вчера она не изобиловала. Это может произойти даже сегодня. Придет веление Аллаха сегодня, и цивилизация исчезнет. После исчезновения ее, все признаки судного дня начнут происходить быстро. Может быть, это произойдет сегодня, завтра или в последующие годы. А то, что случится далее, займет лишь считанные годы. И появится даджаль. Но пока даджаль не появился, у нас есть как минимум три года. Их упомянул посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. И упомянул, что случатся происшествия. Даже если сегодня придет веление Аллаха и цивилизация исчезнет, то если ты еще останешься в живых, впереди тебя ждет еще три года. Что произойдет в эти три года? Передается от Ибн Маджа, Ибн Хузайма, Ахмада и Хакима, от Абу Умам Аль-Бахилий, который сказал, сказал посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Перед выходом даджаля будут три тяжких года, то есть очень тяжелых годы. Людей постигнет сильный голод. Первый год Аллах прикажет небесам удержать треть своих дождей, а земле прикажет удержать треть своих растений. То есть в первый год треть дождей, которые выпадают каждый год, прекратят идти, и останутся две трети от этого объема, к которому люди привыкли. И треть растений, которые обычно порастали, перестанут расти. То есть будут прорастать только две трети, и люди станут голодать. Не все, но будут. Второй год тяжелее. Затем во второй год Аллах прикажет небесам, и они удержат две трети своих дождей. И прикажет земле, и она удержит две трети своих растений. То есть голод станет сильнее, а третий год – самый сложный. Затем в третий год Аллах прикажет небесам, и они удержат все свои дожди. Все, в Аллах. Круглый год без дождей. Реки и родники высохнут. Большая проблема для всей земли. И они удержат все свои дожди, и прикажет земле, и она удержит все свои растения. И не прольется ни одна капля. И прикажет земле, и она удержит все свои растения, и не вырастет ни одно из них. Нет растений круглый год по всей земле, и не останется парнокопытных, кроме как они будут погублены. То есть погибнет скотина, как, например, корова. Животные, которыми питаются люди, и которые живут посредством воды и растений. Кроме тех животных, которых Аллах захочет оставить в живых. То есть некоторое малое количество животных останется. Тогда кто-то сказал посланнику Аллаха, как люди будут выживать в это время. То есть как люди будут жить. Не будет ни еды, ни воды. Он ответил, произнесение слов «Ла Иллаха Илла Аллах» и слов «Аллаху Акбар» и слов «Субхан Аллах» и слов «Альхамду Лиллах». Это будет для них вместо еды. То есть люди, которые будут восхвалять и восславлять Аллаха в эти дни. Аллах заменит этим людям еду и воду данными словами. Но, конечно, жизнь и у них будет очень и очень сложной. Люди, у которых слабая вера, колебающиеся и сомневающиеся, в это время они будут знать, что когда придет даджаль, с ним придет и благо. С ним пребудут и дожди, и плоды, и они будут желать его прихода. Представьте себе, это упоминал посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. В своде хадисов Табаране упоминается достоверный хадис, передает Хузаифа, сказал посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. К людям непременно придут такие времена, когда они будут сильно желать прихода даджали. Речь идет о мусульманах со слабой верой. Я сказал, о посланник Аллаха, пусть мои родители будут выкупом за тебя. Почему же так? То есть почему так? Ведь искушения даджали очень серьезные, потому что они встретят тяжесть за тяжестью из-за сильной жажды воды и еды. Мужчина, у него семья и дети, и он видит, как они умирают от голода. Большое испытание. И он скажет, пусть уже появится этот даджаль, но хоть с ним будет еда и вода. Мы будем жить лучше. Представьте, что в судный день люди скажут. О, Аллах, отчитай нас быстрее, даже если и будет нашим исходом огонь ада. Представь, для людей огонь ада будет легче, чем судный день. Конечно, огонь сложнее, но из-за тяжелых испытаний они будут желать отчета в судный день, даже если это приведет их в ад. Так же и люди со слабой верой перед выходом даджаля будут желать его выхода. Итог таков, что вполне возможно появление даджаля в твое время. Может быть, ты его увидишь. Аллах даст еще прожить тебе еще пять, шесть, десять лет. Возможно, появится даджаль, но может он появится через сто лет. Аллах лучше знает. Пророк сказал, «Я был отправлен так близко к судному дню, как эти два пальца. Сейчас 1445 год, но судный день еще не настал, а большие признаки судного дня еще не произошли. Но события последних лет дают предпосылки к тому, что это уже близко, и появление огромного количества малых признаков говорит о том, что это близко. Пророк да благословит его Аллах и приветствует хотел, чтобы чувствовали это, и он не осуждал сподвижников за наличие этих чувств у них, потому что есть реальная вероятность появления даджаля. И говорил, «В это время, если я буду с вами, я буду говорить за вас, а если меня не будет рядом, то каждый человек будет защищать себя. Поэтому пусть каждый будет внимателен к себе». Этот ролик вышел на свет благодаря нашим подписчикам из группы, ссылку на которую оставим в описании. Они разделят вознаграждение каждые просмотренные минуты, инша Аллах. Станьте и вы частью нашего даджаля. В конце я скажу, что борьба с даджалем не ведется интеллектом или большим количеством познаний, но ведется вероубеждением и силой веры. Прошу Аллах защиты для всех нас от смотра даджаля. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok